Здравствуйте, это Политека Ньюз и как всегда с коротким комментарием у нас Алексей Куч. Здравствуйте, Алексей. Курс гривны к доллару 29,1 заложено в бюджете на 2021 год. Почему, на ваш взгляд, именно такая цифра и действительно ли она будет такой? Ну, смотрите, дело в том, что курс, который закладывается в бюджет, вообще нельзя рассматривать в качестве каких-то прогнозов. Потому что мы помним, что год назад закладывались 29,4 и такого курса и близко не было. В 2019 году, например, когда наоборот гривна укрепилась до 23 почти, хотя закладывали 29,4. Почему не нужно обращать внимание на курс, который закладывается в бюджет? Потому что в бюджете курс это всегда является техническим балансирующим показателем, который используется для того, чтобы скрывать тот дефицит, который не помещается в определенные рамки. То есть, что делает Министерство финансов? Они, допустим, подбивают доходы и расходы, у них выясняется, что, допустим, есть плановый дефицит. Ну и, например, несколько десятков миллиардов гривен не помещаются в размер этого планового дефицита. Что они делают? Они тогда искусственно занижают курс гривни в прогнозах. Почему? Потому что от курса гривны зависит значительная часть бюджетных поступлений и бюджетных доходов. У нас бюджетнообразующие налоги – это НДС, начисленные на импортные товары, плюс импортные пошлины. Естественно, все они зависят от курса гривны к доллару. Таким образом, занижая курс гривны, они завышают доходы бюджета, который получает государство от налогобожения и импортных операций. Это для чего? Для того, чтобы в Верховной Раде депутаты проголосовали, чтобы цифры сошлись? Да. Раньше это было вообще понятно. Просто результат же будет один и тот же, как это ни назови. Смотрите, раньше это было вообще очень простое объяснение. Дело в том, что до кризиса Украина активно сотрудничала с МВФ. И МВФ – один из так называемых структурных маяков сотрудничества или индикаторов, которые закладывались во всем меморандумом, это было сокращение бюджетного дефицита. И МВФ очень жестко следил за этим параметром. Он говорил 2-2,5% дефицита бюджета максимум. И поэтому, когда не помещались в эти маленькие 2,5% дефицита, что делали? Два излюбленных способа. Первое, это говорили, давайте добавим 20 миллиардов гривен доходов от приватизации, хотя все прекрасно понимали, что ничего этого не будет. Никто не будет продавать, никто не купит за такие деньги. И второе, давайте поставим курс 29-30, любой курс, лишь бы завысить бюджетные доходы. И таким образом, тавтология такая получается, скрыть скрытый дефицит. Сейчас ситуация несколько иная. То есть МВФ уже не настолько тщательно следит за показателем дефицита бюджета, потому что в условиях коронакризиса все государства наращивают бюджетные дефициты. И до 10, и до 15%. Украина в этом плане со своими 6-8% дефицита бюджета еще выглядит более-менее консервативно. Но сейчас другая ситуация. Сейчас вообще практически нет реальных источников доходов. То есть, если мы посмотрим проект бюджета на 2021 год, там нарисовали такие доходы, которых никогда в жизни не будет. Там, например, так называемый внутренний НДС, то есть НДС, начисленный на внутренние операции, увеличили с 75 до 130 миллиардов гривен. То есть, откуда такой будет рост внутреннего потребления в своей кризисе, никто не знает. Но это просто, знаете, дорисованные цифры. В принципе, такой же и показатель курса. То есть, поэтому бюджетный курс – это технический показатель, его использовать нельзя. Серьезно, к какой цифре вы бы относились, допустим, к тому же сентябрю, только 2021 год? Я считаю, что сейчас мы находимся в несколько иной модели, пытаясь ее оценивать с учетом своего предыдущего опыта. То есть, все граждане страны привыкли, что у нас любой кризис, он разрешается через инфляцию и девальвацию национальной валюты. А я, как бы, говорил еще и до коронакризиса, и сейчас говорю об этом, что эта модель реагирования государства на кризис, она будет несколько иной. Она будет антиинфляционной, она будет чем-то похожа на модель великой депрессии в США 30-х годов прошлого века. То есть, если мы вспомним, в Великой депрессии в США, там была дефляция, то есть, там цены, наоборот, снижались, а они росли, потому что у людей просто не было денег даже банально купить себе хлеб. То же самое и сейчас в Украине может быть. Ну, я думаю, до такой ситуации, что хлеб покупать не за что будет, мы не дойдем. Но государство сейчас максимально сжимает потяже способный спрос за счет угнетения экономики, за счет угнетения доходов населения. И в результате мы сейчас находимся в ситуации, когда денег нет практически ни у кого. Ни у бизнеса для того, чтобы покупать импортные, в том числе, товары, ни у населения для того, чтобы покупать потребительские товары, тоже в значительной степени импорты. То есть, у нас сейчас резко сократился показатель технологического импорта и потребительского импорта. То есть, гривна может даже укрепиться? То есть, я не вижу вообще оснований сейчас для того, чтобы гривна серьезно укрепилась. Это, знаете, как можно сказать, стабильность кладбища, условно говоря. Вообще, любая точка равновесия, ее можно найти на более высоком уровне развития и на более низком. Вот у нас мы всегда находим на более низком уровне развития, вот на этом, на кладбищенском уровне. И Министерство финансов и Национальный банк всегда записывают в актив, что вот смотрите, у нас же макроэкономическая стабильность. На самом деле, понятно почему. Потому что экономика фактически находится в зажатом состоянии, потежеспособный спрос тоже. Население, мы видим, что сейчас растет постоянно показатель бедности, это показывает исследование статистики. И, в принципе, в таких условиях, когда ни у кого нет денег, то есть, добиться вот этой самой присловутой макроэкономической стабильности достаточно просто. Ну, просто никто ничего не покупает, да. И Министерство финансов выгодает эту модель, потому что она камуфлирует все просчеты правительства. Наше правительство, оно системное, институциональное, не может обеспечивать курсовую стабильность совместно с Национальным банком на более высоком уровне развития. Вот как только у нас начал расти спрос потребительский, да, там технологический со стороны бизнеса, или потребительский со стороны населения, мы бы сразу бы увидели резкую девальвацию Национальной валюты, потому что она, эта ситуация обнажила бы все те проблемы, которые у нас есть. То, что мы не производим своих товаров, у нас нет своих потребительских товаров, технологических и так далее. То есть, мы покупаем все импортные. Любой рост доходов у нас всегда это девальвация. Большое спасибо, Алексей. Алексей Куща специально для Политека Ньюс. Я, Инга Мизеря, с вами прощаюсь.